Нина Усатова стала популярна после выхода на экраны фильма «Холодное лето 53-го», где сыграла глухонемую крестьянку. До этого она была известна больше как театральная актриса. Сначала играла в молодежном театре, а позже её пригласили в легендарный БДТ. Актриса нашла свой рецепт профессионального успеха и смогла обрести своё личное счастье. Её семья не похожа на тысячи других, но самой Нине Усатовой это вовсе не мешает наслаждаться жизнью во всех её проявлениях. Актриса всегда была открытым человеком. Она с удовольствием давала интервью, вспоминала с ностальгией о детстве, говорила о своих ролях и планах. Но одна тема всегда была для неё закрытой. Никогда она не говорит об отце своего единственного сына и не обсуждает брак с Юрием Гурьевым. Жизнь Нины Усатовой никогда не была простой. Родилась она 1 октября 1951 в Алтайском крае в простой рабочей крестьянской семье. До семи лет она росла в посёлке Устанцы с волшебным названием «Малиновое озеро». Родители очень любили четверых детей. Рядом были бабушка и дедушка, а в доме всегда пахло пирогами. В школу Нина пошла сначала в родном посёлке, а во второй класс поступила уже в городе Курган, куда переехала вся семья, когда дочери исполнилось 7 лет. Там девочка стала одной из самых активных участниц школьной художественной самодеятельности и обрела свою мечту. Нина росла фантазёркой, часто смотрела в небо и придумывала что-то. А во время обучения в старших классах уже стала представлять себя артисткой. Правда, театральный институт покорился и не с первого раза, и даже не со второго. В первый раз она бесславно провалилась на прослушиваниях, а потом во второй, третий, четвёртый, пятый. После каждой неудачи она расстраивалась, конечно, но рук не опускала. Не привыкла пасовать перед трудностями. Каждый раз, не найдя себя в списках поступивших, она снова начинала готовиться. После первого провала в Щукинское училище Нина пошла работать с навальщицей на суконную фабрику «Красный Октябрь», а всё свободное время посвящала своей мечте. Учила стихи и прозу, занималась дикцией. Когда поняла, что работа никак не приближает её к мечте, перешла в Дом культуры, где заслужилась до директора. Тут у неё появилась возможность наблюдать за тем, как занимаются в творческих коллективах под руководством настоящих мастеров, неизменно посещала выступления профессионалов. Из шестой попытки Нина Усатова всё же стала студенткой режиссёрского факультета Щукинского училища. Диплом она получила в 28 лет и при этом была самым счастливым человеком на свете, взявшим важную высоту. После окончания Щуки Нина попала в Котлас в Архангельской области, где на сцене местного театра сыграла 12 ролей. А спустя год актриса переехала в Ленинград, где открывался молодёжный театр. Здесь Нина Николаевна прослужила 9 лет. Когда она получила приглашение от Кирилла Лаврова в Большой драматический театр, то сомневалась в своём решении недолго. Актриса знала, что в такой театр дважды не приглашают. Она в то время даже мечтать не могла о БДТ. Он был для актрисы чем-то недосягаемым. В кино она дебютировала в 1981 году в фильме «Куда исчез Фоменко». Но слова пришла к ней лишь спустя несколько лет, после съёмок в драме «Холодное лето 53-го». После этого предложения от режиссёров буквально посыпались на актрису. В год выходило по несколько картин с её участием. Впрочем, она и сейчас не слишком сбавила ритм творческой жизни. Зрители узнают актрису на улицах, просят автограф, а журналисты во время интервью хотят узнать все тайны её закулисной жизни. А ещё актриса всегда верна своей семье. Ей трудно поставить что-то на первое место – своих любимых мужчин или работу. Её жизни и то, и другое занимает очень важное место. Несмотря на многочисленные слухи о том, что якобы Нина Усатова давно живёт одна, актриса продолжает оставаться счастливым человеком. И брак её, заключённый много лет назад, не прекратил своё существование. Правда, Нина Николаевна вовсе не горит желанием делать свою личную жизнь достоянием широкой общественности. В 1988 году родился сын актрисы. Как раз беременная Николаем Усатова снималась в драме «Холодное лето 53-го». В то время Нина не состояла в браке и даже близким друзьям не стала говорить о том, кто же отец сына. Говорили, будто отец Николая – искусствовед. Какое-то время он с сыном не общался, но после Нина сделала всё, чтобы наладить контакт между Николаем и его папой. Она никогда не была сумасшедшей мамой. Понимала, что сын вырастет и придётся его отпустить в свободное плавание. Николай, фактически выросший за кулисами театра и на съёмочной площадке, никогда не мечтал о профессии актёра. На примере мамы он видел, насколько тяжела эта работа, требующая бесконечной самоотдачи и врастания в роль. Он получил юридическое образование и работает по специальности. По словам Нины Николаевны, сын дружит с её коллегами, относится к актёрской жизни с изрядной долей юмора, но при этом всегда готов помочь добрым советам. В 2019 году Николай женился. Актриса же постаралась, чтобы событие получило минимальную огласку. Рассказала о свадьбе только с самым близким людям и пригласила на празднование только родственников и друзей. Ещё до росписи в ЗАГСе Нина Николаевна договорилась со своим супругом о том, что они не будут никогда и ни при каких обстоятельствах предавать огласке семейной радости или печали. Даже о том, как и когда познакомилась актриса с лингвистом Юрием Гурьевым, остаётся загадкой. Некоторые издания утверждают, будто знакомство состоялось в Туле, в Народном театре, которым одно время Нина служила режиссёром. Другие же уверенно заявляют о встрече, состоявшейся в театре, когда актриса приехала в город с гастролями. Как бы там ни было, Юрий Гурьев и Нина Усатова стали мужем и женой. Их любовь зрелая, прошедшая испытания временем и расстоянием. В своё время муж актрисы объяснил ей, что ему трудно жить в большом городе, он не любит суету и многолюдность мегаполиса. Актриса приняла позицию любимого человека, не стала настаивать на переезде мужа из Тулы в Санкт-Петербург, где живёт и она сама, и её сын Николай. Он приезжает к жене в культурную столицу России, иногда сопровождает её на съёмках, но переезжать из города, где у него работа, друзья и могила родных, даже не планируют. Он очень любит родную Тулу, причём с каждым днём всё сильнее. Нина Усатова, в свою очередь, поддерживает мужа и заявляет о том, что в их семье главный мужчина, чем она лично очень гордится. Поэтому слово и желание мужа для неё – закон. Она никогда не пользовалась услугами домработниц, всё делает по дому сама, готовит обеды, убирает, стирает. Впрочем, и сын, и муж актрисы – люди вполне самостоятельные и в состоянии приготовить обед или сделать в квартире элементарную уборку. Знакомые коллеги говорят о том, что актриса по-настоящему счастлива. В этой паре есть свой собственный секрет счастливой семейной жизни. Но делиться им с окружающими супруги не собираются. Кажется, они точно знают – счастье любит тишину. Иногда Нина Николаевна теряется, когда слышит вопрос о своём возрасте. И не потому, что кокетничает или не желает называть цифру. Она просто действительно забывает о том, сколько ей лет на самом деле. Потому что в душе она едва достигла совершеннолетия. Несмотря на множество сыгранных ролей в кино, воплощённых образов на театральной сцене, Нина Николаевна по-прежнему чувствует себя где-то в начале своего пути. Она уже успела отпраздновать свои 72 года, но при этом иногда готова прыгать от восторга, радости, нетерпения или просто от полноты жизни. И она на самом деле прыгает. На одной ножке и на двух. Правда, когда никто не видит. Сегодня в фильмографии актрисы включает в себя больше ста работ в кино и сериалах. Она по-прежнему выходит на прославленную сцену БДТ, ездит по странам с антрепризами. А в свободное время проводит на даче под Питером. В её маленьком, но очень уютном домике всегда вкусная еда. Артистка обожает готовить. А Нину Усатову обожают все соседи.